Библейский портал экзегет.ру представляет 79-й псалом, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот, 78-й у нас был он такой, псалом вот человека, у которого руку отрубают, да, и он вопит от боли. Там захвачен Иерусалим, разрушен, вероятно, это уже вавилонский плен. 79-й примерно то же самое, но человек чуть-чуть отошел, да, вот, и он начинает размышлять чуть более подробно. Начальнику хора напев Шушаним и Дут, псалом Асафа, но это Шушаним и Дут, это что-то связанное с лилиями, такой, видимо, лирический напев, то, что псалмы, которые носят это надписание, они такие нежные все. Асаф, видимо, основатель какой-то традиции, а может быть, это тоже манера исполнения, в общем, не знаем мы точно. И псалом про страдания, про то, что все плохо, все разрушено, все пропало, Господи, сделай по этому поводу что-нибудь. Услышь нас, пастырь Израиля, пасущий, словно овец людей Иосифа, восседающий на херуимах, явись перед Ефремом, Вениамином и Моносией, яви силу свою, приди на помощь нам, Боже, восстанови нас, будь благосклонен к нам, и мы спасемся. Господи, Боже, воинство, доколе будешь пылать гневом, намоль бы народа Твоего, Ты словно хлебом накормил нас слезами, напоил слезами полной чашей, для соседей сделал нас посмешищем, враги наши издеваются над нами. Боже, воинство, восстанови нас, будь благосклонен к нам, и мы спасемся. Из Египта принес ты виноградную лозу, прогнал народы прочь и посадил ее. Ты расчистил для нее место, она пустила корни, разрослась по всей стране. Горы были покрыты ее тенью, кедры Божьи ее ветвями, до моря протянулись побеги ее, до великой реки ее отростки. Для чего же разрушил ты ограду ее? Все, кто мимо идет, обрывают ее, лесной вепрь ее объедает и грызет ее зверь полевой. Убух воинств, обернись, посмотри с небес и взгляни на эту лозу, на виноградник, что насадил ты своей рукой, на человека, которого ты укрепил силой своей. Лоза порублена, сожжена огнем, да сгинут враги от гнева твоего, поддержит того, кто по правую руку твою, человека, которого ты укрепил силой своей. Мы не отступим от себя. Оживи нас, и мы имя твое призовем. Господи, Боже, воинство, восстанови нас, будь благосклонен к нам, и мы спасемся. Вот предыдущие псалмы, 77-78, говорили много о том, что народ отпадает от Бога, и Бог за это его карает, но на самом деле возвращает к себе. Вот возвращение, это и основная тема 79-го псалма, когда вот не на кого больше надеяться, то вспоминают о Боге. Его именуют очень сложными словами, да, восседающие на херуимах, то есть вот он в какой-то небесной своей процессии, Боже, воинство, он во главе вот этих ангельских сил, которые могут победить всех наших врагов. И такие поэтические образы, вот явно эта непосредственная боль уже сменилась размышлением над ее причинами. Ты словно хлебом накормил нас слезами, напоил слезами полной чашей. Для соседей сделал нас посмешищем, вот это постоянная тоже тема, то есть еще и унижение, которое мы претерпеваем никак, не можем от него избавиться. И история, виноградная лоза, ты посадил виноградную лозу, это образ, который встречаться очень часто будет в Библии. Ну, например, самое известное это в книге пророка Исаия, в самом начале образ виноградника, который разбил друг на тучном холме, потом выясняется, что виноградник это Израиль и Иудея. И здесь, соответственно, виноградная лоза, которую Господь вывел из Египта, посадил в Ханаанской земле, вот она распространилась до Великой реки, это река Ифрат, до моря, то есть до Средиземного моря, от Средиземного моря до Ифрата. Ну, редко такое расстояние было полностью под израильским контролем, но, наверное, когда-то бывало. И вот все, и вот эта лоза обглодана, обгрызена, оборвана. Зачем? Мы твоя лоза. Она порублена, сожжена огнем, и восстанови ее. Да, вот, собственно, единственная причина, по которой псалмопеец просит поддержать, по которой он просит спасти этот народ, только потому, что мы твоя лоза. Оживи нас, и мы имя твое призовем, будь благосклонен к нам, и мы спасемся. Вот это возвращение, которое служит своеобразным ответом на страдания, стынания предыдущих псалмов, и все очень просто. Но просто ли это сделать? Сказать-то просто. Когда больно, мы кричим, прекрати нас мучить, все, что угодно сделаем, лишь бы ты это прекратил. А когда он прекратит, ведь история повторялась не раз, об этом были предыдущие псалмы, снова язычество, снова вот все то, что уже было. Не хочется о таких вещах размышлять, но псалтирь очень вдумчивая книга, и поэтому эти вещи она будет разбирать в следующем 80-м, 81-м псалмах, но мы их тоже, конечно, прочитаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok